привет мои друзья мои уважаемые подписчики сегодня я готовлю такое блюдо как бы котлеты и в то же время это не котле ну как бы котлеты вот из фарша из говяжьего здесь вот у меня я сделал такие вот котлетки значит фарш говяжий у меня 350 грамм добавила соль перец и добавил одно яйцо все это перемешала и вот сформировала такие вот котлетки форму я смазывала растительным маслом таким подсолнечным у меня такое масло вот здесь у меня лук я его пожарила предварительно на сковородочке где-то минут пять вот и выложила в тарелочку чтобы он остыл здесь у меня четыре яйца на терке я натерла 4 яйца я сюда добавляю соль добавляю перец и добавляю еще один перец а тут у меня приправа такая карри можно и не добавлять все это перемешиваю и добавляю сюда 4 столовые ложки сметаны все перемешиваю здесь у меня натертый сыр все перемешала яйца со сметаной можете с майонезом сделать но со сметаной во-первых и вкуснее и нежнее получаются котлетки и как бы правильное питание и теперь на правильное питание перешла так теперь я беру лук свой у меня лук остыл лук кладу сверху котлет то есть смотрите форму смазала растительным маслом положила туда котлетки котлетки у меня из говяжьего фарша плюс одно яйцо 350 грамм говяжьего фарша плюс одно яйцо плюс соль перец по вкусу так вот помах вот так вот положила у нас в нашей семье и я особенно очень любят лук поэтому вот так вот его причем он видите как сам фарш я не добавляю то есть всегда он просто будет запах давать и лук а и все котлеты будут из говяжьего фарша так теперь я кладу сверху вот это вот яично и смесь здесь 1 здесь 4 яйца надертых на крупной терке плюс сумметана 4 столовые ложки таким образом у меня просто в одной руке телефон поэтому нет у меня подставки для телефона и даже не знаю куда ее мне прикрепить надо купить конечно но пока вот не получается я сейчас опять в москву собираюсь и поэтому не до этого не могу с собой брать там всякие подставки все остальное так теперь я сюда кладу сверху картофель лук я когда жарила то я немного добавила вот это вот смесь яичная тоже соли я добавила вы видели что я при вас добавляла теперь я кладу натертый картофель такой вот тоже прямо горкой вот такой и вот картофель я не солила поэтому нужно немножечко посолить чуть-чуть и теперь сверху самый последний слой это сыр тоже вот такой вот горочкой это потом в итоге получится как торт как даже не знаю как это назвать это блюдо мы делали в семье я даже не знаю как его назвать название но не имеет может быть вы напишите мне в комментариях то есть вот здесь вот где-то 150 грамм натертого твердого сыра все теперь я это все закрываю крышкой если у вас нет крышки друзья мои можете пергаментной закрыть и все и теперь ставим в духовку я ставлю в холодную духовку потому что у меня стеклянная посуда и включаю нагрев до где-то 220 градусов я включаю нагрев и где-то минут на 40 примерно все это зависит от вашей духовки не говоря уж то что есть сейчас духовке только 200 градусов у меня вот духовка такая что можно и 350 грамм включить градусов включить нагрев я включаю 220 нагрев и на 40 минут примерно на 40 минут как только вы почувствуете запах и во первых вот у меня все видно будет как она там запекается вот как только будет готова я думаю что я вам покажу поверьте мне очень вкусное блюдо и очень красивое можно и на праздничный стол и для повседневной ну у меня как бы сегодня тоже как бы праздничный стол потому что там сын ко мне приходит он не часто ко мне приходит вот он придет сегодня я ему готовлю он очень любит это блюдо хотя мы готовили и не обязательно на праздничный стол можно и в микроволновке это все сделать микроволновке там наверно полчаса будет это запекаться чуть поменьше чем в духовке а в духовке минут 40 может быть 45 это смотрите по вашей духовке ну все мои друзья на этом с вами я прощаюсь всего вам доброго приятного аппетита ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комментарии пишите свои рецепты всего вам доброго до свидания до свидания